Я вижу так, что вот я регулярно, это Белка, это Мсихинское направление Белка, я изучил проблему, изучил работу штаба Смоленского, как они работают, чем они занимаются. Всего вот этих 9 ПВР у нас, пункта временного проживания, всего там 4,5-5 тысяч человек, тысяча допустим здесь, там 4 в бегах находятся регулярно, как это все. То есть немножко владеет этой ситуацией, но знаю одно, что с момента, когда вот первый раз мы с собой с Александром Дмитриевым поехали туда, это уже месяца три назад, познакомились с нашими товарищами, там есть бывшие члены партии, это собственно и связало нас с этой вот группой, там 120-130 человек проживает. И вот мы регулярно к ним наведывались, я не скажу, что там какие-то проблемы, которые не решаются. Были простые, простые вопросы. Питание было организовано, приготовление в городе, а туда возили в термосах. Было нужно наше вмешательство, мое как депутата или не нужно? Меня там знали как депутат, я связался с соцзащитой, с медициной, связался с ОФМС. Кухня есть, меня вспомнили. Там стали готовить пищу. Вопрос снялся. И в температуре пищи, и по меню составу. У них проблем не было никаких, жители с этими, с украинскими товарищами разговаривают, что плохо. Плохо вот это, это, это. Потом группа подбежала, привезли помощь. Там одежда этой детской была. Вот представьте, веранда, да? Мешками она стояла. Они сами уже, отобрав то, что своим детям, эти мешки передавали в другие. Там в Перемыш, передавали в Сосинский, это самое, в Масальск, уже другие группы, где живут. Им отдавали. Стал вопрос в теплом белье. Любовь Александровна Дмитриева поехала в Москву. Там с дочкой поработали, привезла им теплое белье. Не все, конечно, но по возможности. Надо какие-то телефонные связи. Оплачивали им телефонные, это самое, переговоры. Не было серьезных вопросов. Мы члены партии. У нас есть организация. Есть решение Центрального комитета, который обязывает... Но это соответствует вашим личным убеждениям? Я член партии, как можно не соответствовать. Который обязывает, не предлагает, а за который каждый четверг, у нас в штаб есть областного комитета партии, по сбору средств. Это и финансовые средства, денежные выражения, это и материальные средства, продукты питания, одежда, книжные, все что можно. Вадим Николаевич Барский занимается. Каждый четверг недели отчитывается первый секретарь Центральным комитетом о сумме и количестве сбора средств. Вы знаете, что больше 11 уже конвоев только с России перешло на Украину от Центрального комитета КПРФ. Что более 19 конвоев отправлены в поддержку, которую организовала Коммунистическая партия. Ну а что касается, как говорите, разногласий, у меня таких разногласий с правительством и Калужской области нет, и с Центральным, в смысле правительством Федерации. Вы в выборах собираетесь вообще участвовать? Я закончу с темой, которую вы задали. Не-не-не, у нас очень мало времени. Значит, вы собираетесь в 15-м году участвовать в выборах? Партии собираетесь? Вы у кого собираетесь места отбирать? Значит, мы ни у кого не собираемся, я не так бы поставил вопрос. Мы не собираемся ни у кого отнимать места. Цель наша и задача наша, это заслужить, суметь добиться поддержки избирателей. И как оно сложится? Получим мы 80%, значит нам доверяют избиратели. Не получим мы ничего, значит нам баран. Но это здесь как мы работаем. Вы не сможете их получить, не споря с партией лазерной. Мы не собираемся спорить с ними. Мы проводим свою программу. У нас есть своя программа развития. У нас программа консолидации есть. У нас программа обовлечения избирателей в избирательные процессы. Программа доведения до каждого избирателя, программы мероприятий, до доведения программы партии, по преобразованию строя, который... У нас был здесь в студии, был 1-й секретарь Тарусского райкома партии. Значит он сказал, что у меня в районе членов партии 18 человек. Это я к вопросу о том, как завоевывать граждан. Он говорит, остальные боятся. Фиксировать свое сочувствие, даже сочувствие партии. Есть и такой элемент. Бояться. Люди боятся идти на выборы. Люди боятся проявить ту волю, в которой у них душа не держит. Или за КПРФ голосовать, или за другую партию. Просто боятся. На сегодняшний день даже в Калужской области существует нормальный, я бы сказал, с точки зрения правящей партии, режим. А это есть такое. Глава администрации, он хозяин в районе. Ты проголосовал за КПРФ, или ты не пришел на выборы, тебе дрова не привезут. Тебя не примут на работу. Это, к сожалению, не... За Единую Россию. Вот, да. Ну, на выборы не пришел вообще, не отметился. Это, к сожалению, есть. Это показывает каждая избирательная компания. Мы с ней боремся. Мы пишем протоколы. Все-таки боремся. Мы боремся с действиями администрации на местах. Наша борьба заключается в противостоянии, которое мы сами выбираем. Путь нашей борьбы. И который нам постоянно рекомендует. Ведь приходят справочные рекомендации, как себя вести на выборах. Мы ставим в известность, обучаем наших наблюдателей, членов комиссии. Поэтому то, что вы говорите, да, это присутствует. К сожалению, это еще присутствует. И когда это искоренится, будет трудно. Но то, что 18 человек в Тарусе, это 18 у него штыков, которые платят членские взносы. Но вы посмотрите референдум, мы проводили два года назад. Мы собирали подписи, там далеко не 18. Тысяча, он голосует тысяча обычно. Там далеко не 18. Около тысяча. Если приходят на выборы 45, 50, до 50%, то это еще не значит, что остальная масса 50%. Это вот та масса, которую мы достигли. Сейчас 20, последний выбор, средний 20. Я говорю по Тарусе. Я примерно представляю, как говорится, Тарусу. Поэтому, значит, сумеет Голованов ввести свой боевой резерв неохваченных людей. Сумеем ли мы вместе с Голованом и с нашей партийной организацией довести до людей свободу, дыхание, которое необходимо. Это будет от нас зависеть. Поэтому... Как вообще позиционирует себя партия в плане предстоящих выборов? Что вообще планируется делать по привлечению людей? Есть устав партии, есть программа партии, есть программные заявления, есть статьи в газетах. А только что нам Марина сказала, что эти статьи в газет очень мало. Ну, то есть информационная блокада идет очень серьезная. То есть невозможно вклиниться ни в официальные СМИ, только вот узкий круг разрешенного времени. А в целом диалога нет. Партии не дают реальной возможности высказываться. Только в своем СМИ высказываясь и все. Насколько это проблема? Как она будет решаться? Как вы планируете выходить на людей-то? Вот это так называемая информационная блокада, это штамп, да? Он висит уже с 91-го года. И перешагнуть через те тернии, которые нам ставят правящие партии, это невозможность. Да, дают возможность через депутатский корпус, начиная от местного самоуправления, районного самоуправления, областного, какую-то возможность в средствах печати. Мы печатаемся в газете «Весть», мы можем выступать по телевидению, радио, дается время. Но его на мизер столько мало, что практически довести нашу программу, население, как-то повернуть себе, за это время очень сложно. Вот я как секретарь порога работе, провожу другую деятельность. Понимаете? И вот мы приняли, у нас есть решение областного комитета партии. Это работа конкретно на местах. Вот есть такой тезис «От порога к порогу, от человека к человеку». Если мы вот эту задачу, которую мы регулярно пытаемся притворить в жизнь, сумеем притворить на реалиях, тогда можно говорить будет о высоком проценте и явке, и голосовании. Чем мы пытаемся? Вот сейчас, последние два года, два года подчеркиваю, у нас ставится работа с населением через депутатский корпус. У нас мало депутатов, чуть больше ста человек, всех муниципалитетов. Но задача такая, через депутатов партийные организации, первичные партийные организации, в первую очередь, потом уже местные, работают с населением. И вот мне эта схема очень нравится, она просто по душе ложится. Депутат отчитывается на партийном собрании о той работе, которую провел среди населения, как депутат. Оказал помощь по социалке, по пенсионке, по дорожному строительству, по всем вопросам. Потому что когда депутат устраивает прием с населением, там масса вопросов. Но вообще проблем много выявляется в ходе... Вопросов выявляется много. И эти вопросы, как правило, или можно на месте решить. Потому что когда я провожу собрание, это не собрание называется, а встреча с избирателями, там постоянно присутствует, вот в износке даже глава присутствует. Кто-то от главы. И те вопросы, которые задаются, почему? Потому что не всегда есть прямой контакт нашего жителя с администрацией. А почему? Я еще не раскрыл тему. Кровля течет, кровля течет, обращаются, пишут, напоминают. И мертвность мышления бюрокративная как существовала, так и существует в нынешнее время. Продолжает. А здесь как бы встрепихание. Ну, встрепихнуешь его, да? Встрепинулись. Да, встрепенуться, подшевелишь их. Тем более висит меч, я скажу, хороший меч Депутатского законодательного собрания Калужской области, представительного органа. И там это вопросы быстро решаются. Остаются серьезные вопросы. Буквально последняя встреча была. Это 22-го числа. Это Юхновский район. По дороге обратились люди. Там было мероприятие. Подошли, говорят, вот так и так. Давайте порешаем. Поехали на место, посмотрели. И как раз эта дорога состоялась от приемка и заполнялся акт рабочей комиссии от администрации района. Вот совпала вот эта встреча недоговорная. Депутат сработал. Мнение у населения к депутату складывается положительно. Понимаете? То есть, а депутат-то КПРФ? И люди уже думают. И вот таким путем мы считаем, что именно вот основное направление сейчас мы берем, да, печать, да, листовки, да, все возможные информационные, так сказать, материалы. А вот живая работа депутатов с населением для привлечения. А у меня фраза такая существует. Депутат это скальпель в руках хирурга. Это моя фраза. Я вот ее пытаюсь навязать и довести до населения. А кто же хирург? А хирург, это тот хирург, который операцию делает. А в нашем отношении хирург это партия. Понимаете, да? Валерий Ильич, еще один маленький вопрос. Вот вернемся к теме выборов 2015 года и к выборам 2014 года. Вы все-таки возглавляете организационно-политическую работу. Да, на моих, так сказать, делах штаб по проведению избирательных кампаний. Да, вот как вы вообще оценили те проценты, которые записали Компартии на этих выборов? Насколько они реальны, вот то, что показано в результатах выборов? Я не берусь, и постоянно не берусь следить за результаты голосования по Российской Федерации. Зная ту ситуацию, которая складывает соотношение администрации КПРФ в регионах, хотя в ближайшие статьи, как информация поступает. Я не могу делать конкретные выводы для себя, но я могу сказать, что в области у нас происходит. Ну, что в области у нас происходит? Я скажу так, что мы ставим защиту, ставим защиту от нападения. Это как игра в шахматы. Сумеешь развить партию, такого будет и конец. Если мы закроем все наши участки, если мы проведем работу, чтобы бояться где-то нарушить, где-то сфальсифицировать, и чтобы они, сидя, председатели комиссии, знали, что там КПРФ идет, и не дай бог там где-то какая-то перепадет туда не так бюллетень мелочи идти, или где-то тем более крупную фальсификацию, вот тогда мы добьемся победы. Для этого у нас и проводится работа, регулярная работа. Вы планируете расширить свое присутствие органов власти в 15-м году? Мы не планируем, мы обязаны это сделать, и мы к этому и идем, и бороться будем за это дело. Борьба будет в чем? Не с кем-то бороться, не с теми идолами, которые есть, а бороться с самими собой, развернуть себя, поднять народ на свою сторону. Вот в чем борьба за избирателя. С вами, чем мне бороться, Черник? С вами, чем мне бороться, ребят? Зачем мне с вами бороться? Вы все делаете хорошо свое дело. Так же и они хорошо делают. И когда я прихожу, и мне прямо говорят, перемышленные, Владимир говорит, что тебе тут делать? Тут уже все схвачено. Зам. Главы администрации выступают, больше, чем в власти. Я говорю, слушай, ты помолчи. Мы еще разберем всех, кто что. Да, но 20% мы все равно там берем. Это не говорит о том, что они полностью нас зажали. Но мы резили потерь. Это только к 15-му году. У нас остается мало времени. Наша задача, так и говорю, борьба внутри партии должна прийти. Борьба с внутренним вот этим. Я разговариваю с первичками, со всеми. Сегодня буквально с утра, перед тем, как прибыть сюда, вот там ставят задачу, например, речь, я разговаривал с воротынцами. С Валентиной Николаевной разговаривал. Понимаете? Как твои дела? Что там у тебя движется? И вот начинается. А я начинаю ее перебарывать, ее мнение. Перебарывать ее настроение. Получается. В 15-м году на выборы мы пойдем и сделаем все для того, чтобы забрать как можно больше голосов. Все, больше ничего не могу сказать. Ну, мы желаем вам удачи на этом пути. У нас в студии сегодня был разговор с депутатом законодательного собрания, секретарем областного комитета КПРФ по организационной партийной работе Ханси Владимир Евгеньевичем. Всего доброго, Владимир Евгеньевич, до свидания, до новых встреч.